Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля или Свид Анетта, и я рада сообщить, что я вновь вернулась на YouTube, а точнее завела новый канал. Причина, по которой я так долго отсутствовала на YouTube, это не потому, что я решила забросить видео, это потому, что мне абсолютно без причины в какой-то прекрасный день. Заблокировали канал. Тем не менее, я решила просто завести новый канал и рада вас здесь приветствовать. Я подумала, что в последнее время я смотрела очень много лолитных видосов, и больше всего мне заходили именно влоги. Подумала, почему бы не добавить на мой канал тоже такого рода видео, поэтому с первым влогом меня я приехала в Питер, и мы с моей подругой пойдем гулять. Я очень давно не наряжалась лолиту, к сожалению, потому что мой гардероб остался в Польше, я там жила, потом я переехала в Россию, но я не смогла перевезти сразу весь свой гардероб, так как его просто очень много, и у меня и так было два чемодана, а лолитного гардероба у меня очень и очень много коробок, я все заблокировала, но это просто невозможно было бы перевезти самолетом, ну вообще никак, и я подумала просто, когда я перееду, организовать какую-нибудь доставку, но сначала у меня не было денег, так как такое огромное количество вещей перевозить это не дешево в другую страну, потом из-за ковида половина служб доставок пробует. Из-за ковида половина служб доставок просто перестали возить что-то из Польши в Россию, и дальше из-за небезызвестных событий я уехала в другую страну, потом у меня просто примерно год не было дома, она смотала из одной страны в другую, из одной квартиры в другую, мы меняли квартиры буквально каждый месяц, соответственно ни о каком даже лолитном гардеробе тут речи не идет, и сейчас наконец-то я подумала, ну почему бы себя не порадовать и не купить себе что-нибудь хотя бы новое, потому что я так больше не могу. И я приобрала себе пару новых платьев, аксессуары, и приехала в Питер, взяла их с собой, и спасибо большое Хельге за то, что она мне одолжила подъюбник и еще пару штучек дополнить мой образ, так как у меня они все с собой имеются, и я очень рада наконец-то нарядиться и пойти гулять. Да, так что в этом влоге мы будем вместе со мной разбирать мой образ, рассказывать как я собираю, что беру с собой, ну это просто на самом деле уютный влог, никакой смысловой нагрузки он нести не будет, но если вам также как мне нравится смотреть на просто уютные милые влоги и все, то оставайтесь и продолжайте смотреть это видео. Мой образ на прогулке будет такой. Я, к сожалению, с собой очень мало чего взяла, и мне кажется, что завтра я пойду в этажи докуплю чего-нибудь, потому что мне нечего надеть на руки никаких браслетов. Также будут носочки с My Melody, у нас будет Aletwin Set, а мы будем обе с My Melody. Надеюсь, вместе будет смотреться все симпатично. Так, это образ недоделанный, очень мило мне кажется смотрится, и я метр восемьдесят, и с колготками это платье выглядит вообще очень даже адекватно. И хвостики сделаны на быструю руку, так чисто посмотреть идею. Так, примерила образ практически полностью, естественно будет дорабатываться, это такая первая примерка. Очень нравится как с кардиганом смотрится, и как кардиган переплетается с тканью на коготках. Единственное, что мне кажется, все-таки этот хедресс, он слишком принцессный, слишком делает OTT, хотя не знаю, может быть это и мило. Не умею ходить с шопперами, но ради My Melody придется поучиться. Из обуви у меня будут кроссовки, потому что питерские лолиты. Единственное, что рукава вот торчают из-под кардигана, но я не знаю, сильно ли это будет мне мешать, я еще подумаю на этот счет. А так, очень милый образ. Все, весь образ я повесила на вешалку, будет дожидаться своего часа. Сюда закинула аксессуары. Кстати, очень классная идея, когда у вас образ под определенное мероприятие, все повесить на одну вешалку, и вот так вот в сумку закинуть все нужные аксессуары, чтобы ничего не потерять. Единственное, что висит в моем шкафу теперь. И еще, я думаю, на телефон повешу вот этого хомячка забавного. Привет! Прошло пару дней, и вчера я сходила в этажи докупить пару аксессуаров к образу, и в итоге потратила очень много денег. Хочу показать, немножко похвастаться, что я приобрела. И завтра уже будет мид. У меня вчера случился очень спонтанный шоппинг. Я хотела пойти купить пару браслетиков. Кстати, я сделала новые ногти. Вторая сторона такая же. Хотела сделать с Маймелоди, но она оказалась слишком крупной, поэтому Hello Kitty. Что купила? Во-первых, там был элитный магазин, и я очень давно хотела какой-нибудь с Маймелоди брелок. У меня есть пара, но они достаточно нарядные. Я хотела что-то более универсальное, и он очень милый. Тут карабинчик в виде сердечка. Можно сюда что-нибудь положить. Дальше я купила в этажах такую наклейку на кредитку. Конечно же, собачки. Мой молодой человек мне подарил пару и вторую пару носков. Очень милые. Я еще также зашла в золотое яблоко. И дальше по украшениям как раз уже поинтереснее. Я покупала как раз под Лолиту все. И вот что я купила. Во-первых, мне очень понравилось вот это вот жерель. Мне кажется, будет симпатично смотреться с каким-нибудь образом в цветах золотых, бежевых. Дальше к завтрашнему образу как раз я взяла такие два браслетика. Это вообще парные браслеты, но я их думаю просто вместе носить на руке. И к ним вот такой вот чокер. И с колечками была полная беда. Я вообще ничего не могла найти на свой размер. Так вот они смотрятся на пальцах. Достаточно симпатично. И черное колечко выглядит вот так. Тоже очень симпатично. Я думаю, для какого-нибудь олдскула будет красиво. И также я забрала золотое яблоко. Там палетка, которую я заказала как раз кололитным образом. У меня слетел звук оригинального видео, так что я решила просто быстро показать, что я приобрела. Купила, как всегда, свои любимые блестки от Deinfluence. Реально всем рекомендую. Очень красиво смотрится на глазах. И, собственно говоря, палетка, ради которой была затеяна вся эта покупка. Вот такая она забавная, компактная. Но, кстати, цвета отличаются от цветов на промо-фото. Я, конечно, понимаю, что фотографии не так передают оттенки, но все-таки она мне казалась более розовой. Но мне очень нравится вот этот оттенок. Я думаю, в сочетании можно намиксовать что-то более розовое. Тут я ускорила процесс нанесения макияжа, чтобы не делать влог слишком длинным. Но также я бы хотела снять отдельное видео про свой элитный макияж и вообще перевоплощение. Так что просто показываю, что делаю. На самом деле, давно не наносила оттенальный крем и не делала полноценный макияж. Вот. Так что немного забыла, как это делается. Ну и протестировала, кстати, новую палетку от Revolution. Мне понравилось. Она осыпается, но в целом цвета довольно приятные. Нанесла блестки в уголки глаз. Конечно же, очень пололитному. И также использовала эти же самые тени в качестве румян, так как не взяла с собой. И решила добавить немного веснушек, потому что у меня такой немного кантри образ. Мне кажется, вместе выглядит довольно симпатично. Ну и накрасила губы. И такой получился финальный образ. Уже с прической, макияжем, всеми аксессуарами. Я так быстро показала его в зеркале. Но в конце видео, если кому-то интересно, я разберу его более детально. Расскажу, что, откуда и где взяла. И покажу. Потом мы с Кельги пошли в Ультрамен позавтракать. И вот она сидит, красотка. Офигенный образ. Мне очень понравился. И я заказала себе карри рис, свой любимый японский. И да, это Ультрамен. Если кто-то там не был, всем рекомендую. И потом мы, конечно же, очень много фотографировались. Не зря же мы такие красивые сюда пришли. Надо обязательно сделать много фото. И поскольку не было десерта в наличии, мы потом пошли взять на десерт bubble tea. Вместо с кучей кей-поп детей. Cheers! Здесь мы уже пришли на выставку в Манеже по Африке. Выставка была достаточно впечатляющая, большая, яркая, с кучей интересных экспонатов, картин и так далее. Нам очень понравилось. Я сюда ставлю кадры, то, что сняла и то, что мне больше всего запомнилось. Если вам интересно, то рекомендую к просмотру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, я зажмотила денег на такси, решила идти пешком. Попила себе кофе. Просто хочу сказать, что я очень рада, потому что наконец-то удалось куда-то выйти. Потому что, честно говоря, когда ты не занимаешься своим хобби длительное время, то становится просто банально очень депрессивно как-то. И ты начинаешь постепенно забывать про него, у тебя угасают к нему чувства, если так можно выразиться. Но я сейчас народилась, и я чувствую себя просто мега вдохновлённо. Я не хочу вообще переставать. И только появилось куча много разных идей в голове. Так что это очень круто. Кстати, лоолиту в России я давно не носила, потому что я приехала в Польшу и в основном носила там. Когда я переехала, у меня был такой бум стиля. Я очень много надевала его, увлекалась, покупала. И мне было интересно сравнить опыт ношения в Европе и в России. Но, кстати, в целом всё было достаточно позитивно, не считая, конечно, хихиковящих подростков. Но мне кажется, это было, и это есть, и будет всегда. И, возможно, в Европе они тоже были, просто я их не заметила. Но вот старшее поколение, большинство восторга, и это очень мило. Громко, шумно. Особенно всякие бабушки очень милые. Дедушки делают комплименты, и видно, что им реально очень нравится. Это очень здорово, потому что почему-то более молодое поколение как-то кринжует. Я не знаю, по-моему, более кринжово кринжевать такого. И так, в принципе, всё цивильно было. Я вернулась в номер. У меня осталось буквально несколько минут перед началом работы. Я хотела немного рассказать, из чего у меня сегодня состоит образ быстренько. И уже пойду отдыхать и работать. Платье я купила на Алиэкспрессе буквально за пару тысяч рублей. Оно мне очень нравится. Я давно хотела какое-нибудь платье в клетку. У меня не было никогда. И я решила просто так, по приколу, заказать платье. Потому что оно стоило всего 2000, и оно казалось безумно милым. Кардиган мне одолжила Хельге. Спасибо ей большое. Она сказала, что он из какой-то винтажки. Поэтому вряд ли вы его сможете найти. Хедресс у меня заказан с Devil Inspired. Соответственно, это какой-то Taobao бренд. Честно говоря, понятия не имею какой. Но хедресс мне очень нравится. Сумку мне тоже одолжила Хельге. Но вообще, эта сумка из Миниса. Я тоже хотела себе такую купить. Но что-то не успела. И я прицепила на нее такой вот милый брелок. Колготки. Синая площадь. Носочки с Маймелоди от Миниса. Тоже у магазина. И укрешение я купила в этажах. Вчера вот эти браслеты. Очень подошли к образу. И вот этот чокер. Это из Англии. Браслет, который впивается мне в руку. В общем, такой вот милый образ. Такой street fashion, street style. Очень удобный. Я его еще надела с кроссовками. Банально, потому что у меня нету лолитных туфель. Да и мы много гуляли. Сегодня я в любом случае пошла в кроссовках. Очень комфортный образ на лето. Единственное, что жальковато. Вот так.